Вот они, те самые изнурительные тренировки. Нужно просто кому-то зарядить по лицу. Ты готова получать сейчас по лицу? Видите, можно. Мы набиваем синяки, девчонку, все ради контента. Мы идем умжинать. Есть девчонки, которые неправильно здесь питаются. Кому стыдно, тут голодный хватит. Почему в каждом выпуске я мокрая, я не понимаю. Друзья, всем привет, с вами снова Светлана Думич. И сегодня мы находимся с вами на базе в Новогорске, где тренируется женская сборная России. Посмотрим сегодня, чем питаются девчонки, как проходит тренировочный процесс, чем они занимаются в свободное время и как готовятся к матчу в Казани. Поэтому приятного просмотра и погнали! Сегодня, как я понимаю, достаточно втягивающий день для девчонок. Это номера, где они живут. И прямо сейчас они собираются в холле и идут на фотосессию. Я, короче, втерлась в доверие фотографа и решила тоже побывать, так скажем, в сборной. Яна, что мы делаем? Я беру форму, буду переодеваться. А, это для фотосессии, да? Фотосессии, да. Спасибо. Ты придумала фирменный знак какой-то, который ты покажешь для афиши? Нет, я сейчас еще подумаю. У девчонок сегодня достаточно насыщенная программа. И если кто-то пока что перед тренировкой спит в номерах, то некоторые девочки снимают тиктоки. Тига меня запрягла тоже в тиктокерскую движуху. Тига, расскажи, что мы сейчас будем делать? Слушай, ну на испуг снимем чего-нибудь такого, чтобы эмоций было побольше, вот чтобы влоги побольше начали смотреть. Чтобы начали смотреть, нужно просто кому-то зарядить по лицу, да? Да, да, а так и работает. Все, что людям нравится, мы даем, друзья. Янечка, ты готова получать сейчас по лицу? В принципе, можно. Сбодриться как раз сейчас самое то. Уважаю, Янечка, надо за всю движуху получать по лицу, пожалуйста. Расскажи, что сейчас будет? Я ее бью, думаю. Я ее кризис придушу просто. Что, она тебя не жалеет? Нет. Я ее не буду жалеть. Так, дай другой мяч. Она пробила. Я прям видела, как он вот так вот, как комета просто так пронес. Камера, камера нет. А потом Юрий Анатольевич скептически относится к блогерам. Я теперь понимаю, почему. Потому что мы набиваем синяки девчонкам, и потом приходят на тренировку, уже все побиты. Не злитесь, пожалуйста, на нас. Все ради контента и ради того, чтобы о девчонках как можно больше узнавали и смотрели наши блоги. Мне тут сказали, что вы спите как сурки. Целыми днями, это правда? А что, ну, изнурительные тренировки. Как-то устаете? Да, хочется отдыха побольше. А то вот мы отдохнули. Я-то еще хотя бы в Китае не ездила. Мы отдохнули. То есть, короче, есть такая тема, да, что набираете кучу книг, а по итогу просто они лежат, валяются и это да, тема. Вот они. Те самые изнурительные тренировки. В комплексе он. Вам сказали какое-то расписание на сегодня? Сейчас просто все проходят какие-то тесты. Я не могу лежить, она с горой. А ты не завидуй, ладно? Да? А есть такое то, что вот у каждой девушки какой-то свой рацион питания, который составляет, или вот просто, как всех кормят, одинаковые порции? Просто приходишь в стол, ну, что-то типа шеет в стол. Что-то типа. А вот и все. А как девчонки поступают, которые очень хотят есть, но как бы стыдно же много набирать? Кому стыдно, тут быть голодный хватит. Нам не стыдно. Можно спросить у нашего тренера, кто-то, что голодный. Он там может сделать. Куда-то он питания. Чем занимается тренерский штаб в свободное время? Почему баскетбол? Прошу всего. Болейбол был. Ну-ка. Действительно проще. Ну, а мы с вами перемещаемся в столовую, где девчонки завтракают, обедают и ужинают. Посмотрим, что они едят на обед. Так, что тут у нас? Бананчики. Все ппшное, так скажем. А нет, не все. Булочки, булочки, вафельки всякие. Я так думаю, что это любимый стол для тренерского штаба. Все-таки девочки, наверное, следят за своей фигурой, я думаю. Приятного аппетита. Есть девчонки, которые неправильно здесь питаются? Вот это, да? Это вкусно. Мне сказали, что китайцы специально для девушек, которые приехали, пытались готовить борщ. Как тебе борщ в Китае? Честно говоря, я не пробовала его. Да? Ты не любишь борщ? Вообще говорили, что об этом нормально, вкусно даже. Я кушала все время рис, как и сейчас в Китае. Какое такое самое яркое впечатление у тебя было от этой страны? Еда, поле. Просто ладно. Риса наелась. Скажешь, что ты ко мне пристала с этим Китаем, блин? Погода что-то резко испортилась. Пошел какой-то моросящий дождик, но спасибо ребятам. Они подогнали мне теплую экипировку сборной, поэтому я сейчас одеваюсь, и мы вместе с вами выдвигаемся на тренировку. А меня сейчас обольет? Нет? Смотрите, просто я как в спецэфе. Почему в каждом выпуске я мокрая? Я не понимаю. А что вы говорите нормально? Где рабочий подсказ? Спасибо, блин, все, прическа на осмарку. Егор, а можете рассказать, пожалуйста, что вот эти такие за штучки? Роли двигательной активности игроков. Она записывает в себя множество параметров. Мы ее применяем как на играх, так и в тренировочном процессе. Так, ну все медиа-активности позади. Сейчас девчонки начинают тренировки. Только что они пришли с теорией, и сейчас будет разминка и основная часть тренировки. Давайте посмотрим. Когда игрок бьет, вы куда смотрите? На мяч или на ногу? На мяч. Вот как на ногу ты смотришь? Да, согласны. Как девчонки бьют, не замерзли? Нет. Нормально разминают или все-таки хорошие удары? Нет, хорошие удары. Мне кажется, в такие моменты очень хорошо быть вратарем, да? Когда все бегают. Не, на самом деле можно с ними побегать. Вообще хай. Но ты не хочешь. Ну что, тренировка закончилась. Уже темнеет, длился она целых два часа. Я, если честно, очень сильно замерзла. Но смотря как девочки работают, меня это где-то согревало, и я досмотрела тренировку до конца. Было очень круто. И у нас осталось с вами одно завершающее задание. Это посмотреть, как живут девчонки, как они расположились в своих номерах. Поэтому пойдемте к кому-нибудь в гости. Так, ну что, мы в номере у девчонок. Давайте посмотрим обстановку. Водичка. Сразу видно. Профессионалы, никакой колы, липтон. Вот это все. Ролл для раскатки. В принципе, все по классике. Две кровати. Шикарный вид, кстати, мне кажется. Красиво на стадион. Пятый этаж, площадка. За вид просто пять баллов. Шикарно. А немало вам места, девчонок, тут вообще в целом? Ну вот в том корпусе прям огромный номер, там прям свободно. Здесь поменьше, но в принципе... Находите, где раскататься на роли? Тренажерный зал. Тренажерка, да? Да. Понятно. А вот это? Такая красивая чайная церемония. Это у каждого в номере такая? Нет, это наш свой. Посмотрите, какая красота, реально. Чайные церемонии проходят вечером, обсуждают, не знаю, день, тренировки. Все, девчонки, спасибо. Увидимся на ужине. Давайте, не отвлекаю. Все, пока-пока. Пожалуй, самый долгожданный момент за весь ролик. Мы идем ужинать. И знаете, что я подумала? Что если мою тарелку соберут девочки? Потому что я все-таки им доверяю. Они играют в сборной России. Наверняка они знают, как питаться на ужин и не потолстеть. Сколько здесь вкуснятины! Картошечка, баклажаны, курица. Я очень надеюсь, что девочки мне выберут достойную большую тарелку, чтобы я прям наелась. Но все зависит от них. Шикарно! Шикарно! Это шикарно, девочки. Вот это? А, мне капусту наложила. О, все, от души. Отлично, дальше. Это уже по-божески. Не всегда у вас в гостях, не так часто. Так посмаковать одну только. Посмаковать одну, да? Ладно. Бог любит троицу. Так. Вообще очень красиво. Тренер тарелку от березки слишком долго. Все. Финалим, да? Хватит. Хватит с меня, конечно. Я не тренировалась сегодня. Вот такая тарелка, девчат. Ну, супер. Голодный не оставили. Спасибо. Все, приятного аппетита. Ну что, друзья, наш день подошел к концу. Сегодня он был очень насыщенный. И я постаралась снять для вас самые интересные моменты. Надеюсь, вам понравилось. И если да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков. До новых встреч. Всем пока.